Горячие гидромассажные ванны могут оказывать лечебное воздействие на ноющие мышцы, подобно природным горячим источникам, получающим тепло от земной коры. СПА, по сути, является высокотехнологичной версией феномена горячих источников. И изобретение такой ванны в середине 20 века сделало парную на заднем дворе загородного дома мечтой. В современной массажной ванне создаётся до сотни сильных струй, каждая вспенивает воду, делает волны, производящие успокаивающий эффект на напряжённые и усталые мышцы. Создание массажной ванны начинается с жёсткого листа акрилового волокна. Рабочие ненадолго кладут его на шаблон ванны, затем зажимы, похожие на раму, прихватывают его вдоль краёв и переносят в печь. В печи сверху и снизу имеются нагревательные элементы. Они прогревают этот лист, пока он настолько не размягчается, что провисает. Провисший лист опять отправляют на шаблон. И теперь снизу включают вакуумную систему. Лист вакуумом втягивается в изломы шаблона и принимает его форму. Затем вентиляторы охлаждают расплавленный лист из акрилового волокна, и он затвердевает всего за несколько минут. Операторы потом убирают в сторону капсулу ванны. Формовка ванны для оплавания делается тем же способом. Такие ванны длиннее и глубже массажных. Они предназначены для установки на воздухе, а не для расслабления, поэтому на них мало выступов для сидения. Вернемся в секцию массажных ванн. Пора наносить покрытие на основание. Рабочие разбрызгивают жидкий каучук на внутреннюю капсулу и затем пропускают в стекловолоконный шпагат через специальный краскопульт. Он размельчает шпагат и смешивает его с еще большим количеством каучука, чтобы затем сделать на капсуле стекловолоконное покрытие, которое укрепит акриловое волокно. Они выдавливают воздушные карманы из стекловолокна. Теперь другой пульверизатор нацеливают на нижнюю часть ванны. В нем находится изоляционная пена. Потом они подрезают край ванны дисковой пилой. Позже он прочно осядет на каркас. Края шлифуют и затем сверлят отверстия для многочисленных форсунок. Работающий изнутри ванны сборщик ставит трубки в отверстия, а второй, с другой стороны, протаскивает их. Они наносят силиконовый уплотнитель вокруг каждой трубы. Затем ставят пластиковое кольцо для подсоединения труб к раме ванны. Сборщик специальным инструментом закручивает гайку, чтобы закрепить блок. Далее опускает полихлор-виниловые трубы в клей и присоединяет их к струйным отверстиям, образовывая сложную сеть из шлангов. Более тонкая труба будет подавать воздух в струйные отверстия, а по более широким пойдет вода. Чтобы предотвратить утечки, на них ставят натяжные зажимы. Они соединяют впускную трубу с насосом, который будет качать воду по трубам. Отсасывающая система возвратит воду в этот насос. Рабочие подсоединяют провода к ванной для подсветки, затем проверяют всю проводку и систему труб. Они дополнительно разбрызгивают изоляционную пену с внешней стороны ванной. Она сильно разбухает, скрывая лабиринт из труб и шлангов. Для дополнительной изоляции ванну обертывают полифолом. Фольга сохранит тепло в ванной и не даст ему уйти. Они ставят наружные панели и делают отверстия в изоляции для подсоединения насосов. Уголки придают панельной обшивке красивый вид. Теперь эта гидромассажная ванна готова создавать волны на радость окружающим. Некоторые модели даже снабжаются телевизорами, так что можно смотреть нашу программу, не покидая ванны. На производство гидромассажной ванны или одного из этих спа-бассейнов уходит около 20 человека часов. И после всего этого пора сделать перерыв и расслабиться. Субтитры сделал DimaTorzok